Шмакова – истинная хозяйка во всем. И на своем микрорайоне, самом центральном в городе и дома она встречает гостей, как и положенные хлебосольные хозяйки. Ее коллеги по работе – члены Координационного совета органов территориального самоуправления. Все как один – люди неравнодушные к судьбе города. Они дорожат своим деловым сообществом. Вместе и в горе, и в радости. Их работа давно уже сама жизнь. И даже в день рождения у Людмилы Викторовны не смолкает телефон. Спасибо, моя хорошая, спасибо. Девчонки, пришли меня с днем рождения поздравлять. Но поздравить по-настоящему с толстыми и пожеланиями все никак не удается. Участковый знает, но так быстро все-таки не решится. Он же должен повестить специалистов. Все знают, уже муниципальный контроль знает. Интересно, как Шмакова, успешная бизнес-леди, хозяйка продуктового магазинчика пришла в ТОСы. Я всегда помогала как-то бабушкам по кварталу. У меня был продуктовый магазин. А бабушки же ходят часто еще в магазин. Вот я с ними со всеми перезнакомилась. Ну, какие-то вопросы там по канализации. Вот кто-то не соглашается, кто-то соглашается. Кому-то надо подключиться. Можно и подключаться или нет. Они все за советом приходили. Ну, когда они приходили, я их как... Ну, они пришли все-таки, возраст. Я их всегда угощала. Ну, мороженое обычно. Лето мороженое. Мороженое, там, квас, что-нибудь такое, что попить. Ну, и они в одно прекрасное время приходят ко мне и говорят, у нас будет собрание, можно ты приходи к нам. В администрации коллективу жителей предложили выбирать себе председателя ТОС. Они говорят, а мы уже давно выбрали, мы ее привели, вот она. Вот так я стала руководителем ТОС. Шмакова профессиональный винодел вообще-то. Диплом Академии имени Разумовского после 20 лет работы пришлось положить на полку, когда выкорчевывали анапские виноградники и закрывали винзаводы. Людмила Викторовна создавала и соки для детского питания. И с людьми у нее получается искренне и сердечно. Вы удивительно чуткий человек и неравнодушный. Вот вам успехов на этом поприще. Мы надеемся, что вы очень долго в нашей команде. Она родилась и выросла в городе и видит его только красивым, ухоженным, современным курортом. Трудно с ней в этом не согласиться. Убрать везде ларьки, которые совершенно не нужны. Они просто портят наш город. Они им придают статус деревни. Поэтому вот это нужно как-то за этим смотреть. Ну и торговлю, конечно, уличную торговлю на тротуарах – это не город. Вот.